Всем привет, с вами Дэйм Архитект, и сегодня мы рассмотрим такой уебанский, мордахуйский, уродливый, уёбищный, хуёбищный автомобиль в игре Драг Баттл, Ладу Приору. Белую, чётенькую, слава богу, что не заниженную. Итак, что же с этой Приорой, собственно говоря, вообще приключилось? Ну, я решил купить себе Ладу Приору и собрать её из того говна, что у меня валялось в гараже. В итоге получилось, что у нас есть фильтр LPD-2, ну это понятно. Чарджер SC вместо традиционного уже, ну ставшего традиционно, так сказать, для всех донатных автомобилей чарджера, лишь Ольм. Чарджер SC-16, сборки плюс 3, спиздевого мустанга. Дроссель Турбо-3, Примоток-3. Ресивер Тодо плюс 1. Я её выбивал под этот двигатель, плюс 2, плюс 1, плюс 1, характеристики. Коллектор тоже спиздевает, мустанга, плодовский простой, потому что на обычный коллектор денег не хватило, а сейчас как-то перекривязывать мне уже вон. Ну и, соответственно, двигатель М155-980, в автомобиле Mercedes-Benz McLaren SLR. СЛР, в принципе, машина достаточно хорошая, но в основном был мой выбор обоснован тем, что, во-первых, этот двигатель просто у меня валялся, они никому нихуя не нужны. То, что в СЛР я запихнул двигатель от Ревентона, вот он, кстати говоря, мой СЛРчик, пока что ещё со стоклыми колёсами, со стоклой подвесочкой. Ну, короче говоря, пока что эта машина ещё не особо-то откричевала, чисто по плану переделал двигатель, добавил пару лишних цилиндров, 4 лишних цилиндров. Вот. Такой, в общем, комфорт у нас. Трансмиссия. Маховик второй, коробка от Ревентона, ну, как бы, собиралась коробку отпихнуть в цептор, потом в цепторе обнаружилась коробка, настраиваемая на плюс 3. Ну, я подумал, а нафиг тогда пихать от Ревентона на эту коробку. Эффиненциал для переднего привода, настраиваемый плюс 1. Снял его с целиги, который я продал по причине провальности проекта. Маховик второй, подвеска кайловеры, задние колёса у нас пентарей, ну, это, как бы, я под свой вкус выбирал. Внешний радиус 31, диаметр диск 16, 16, 85. Короче, это вполне себе такое нормальненькое колёсико. Спереди у нас гудричи, заглоса. Вот такие вот они красивые, блюда, стоят, пикапы стоят, не шелохнутся. И в топ-оборудовании ничего, так что, отличаясь от тупо по своему, так сказать, шестому чувству. Ах, да, автомобиль весит масса кузова 805,2 килограмма, полная масса 1278 килограммов. Это, друзья мои, тяжёлый автомобиль, очень тяжёлый. Ещё переднеприводный. Ну, короче говоря, конкурент моему фокусу, посмотрите, где мне фокус? Где, блядь, мой фокус? А, вот он, короче говоря, фокус. Но тут масса кузова всё-таки на 160 кг больше, так что, знаете, приор более перспективный проект. Ну, и, кстати говоря, мощность длительной у нас, если по-нормальному, то 850 лошадейных сил плюс-минус. Потому что тут вот хуйня, которая там торчит, да, завышает мощность длительную. На самом деле она мне нихуя не повышает. 169 лошадей, но это чё, блядь? Это коротенький промежуточек, вот. На 6500 лошадейных сил, включаясь вот здесь вот, в 850 лошадейных сил, вот. Ну, и ладушки. В общем-то, машина вышла такие из 10 секунд, что меня порадовало, безусловно. Хотя я надеялся выйти из 9500. Вот. Ну, это же, опять же, она вышла без настроек. То есть, если её настроить, то поедет она, безусловно, быстрее. Ну, вот сейчас я вам покажу, как она, опять же, без настроек едет на своих 860 лошадейных и неполных силах. Тормозим, тормозим, тормозим. Выходи за трассу. С минимальной реакцией разгола до сотни 3.008. Ну, чуть-чуть я замешивался на начале. Скорость на выходе 254, время на финише 9.008 тысячных. Короче говоря, вышел 10 секунд, всё нормально. Максимальная скорость 327 км в час сделана на миле. То есть, ну, на милю на этом говне гонять, если честно, неприятно. Совсем. Несмотря на то, что динамика 30x и небольшая площадь металя, ну, всё равно, почему-то это говно не едет. Ну, вот не едет, и всё, блядь, уперосить. И едет. Хорошо. Значит, давайте создадим заявочку, посмотрим, кто с этой триоры поедет. Так, создаём взятку 3x-3, 300 рублей. Кстати говоря, достаточно весомая ставка знает. Я даже на комара не всегда на такие говне гоняю. И пишет. Низкий таз радует глаз. Ну, или... Нет, Низкий таз радует глаз, это как-то слишком будет жестоко для нас. Всё-таки нихуя не радует этот же, блядь, таз. Как он может радовать глаз? Давайте напишем... Почему машина буксует? Короче говоря, прикидываемся нубом, который купил у себя Ладу Приору в магазине, блядь. И спрашивает, а почему же она столько буксует? Ну, что ж, давайте смотрим, кого-нибудь поможет. Безусловно, найдётся такой добрячок, готовый отдать мне 300 рублей, чтобы у меня было 126 тысячи ровно. Рамиль Альбертович на Лада Приора. Сейчас мы увидим среднестатистическую Приору. Ой, блядь, что это? Господи, мои глаза, ребята, что это за говно? Ладно, я понимаю. Блядь, ну, вы просто... Просто миздец. Хорошо. Давайте проедемся. Я вижу, у него сзади слики, значит, это точно не профиль. 20 секунд контрольное время. Приора доехало. 24 секунды наш оппонент тоже доехал. Ну, и, короче говоря, 300 рублей мы заработали. Вот. Теперь дальше создаём заезд А5. Ну, так, знаете, для частоты, кстати, нет. Ставим 250 рублей, потому что 4 заезда обычно откатывают, когда-то ещё срабатывают. Без азота. С азотом 250 рублей, только кончили. Долгоёбы и хуясосы, которых все знают. Вот. Приор, блядь. Ну, хорошо, пусть будет приор. Вот. Ждём следующую нашу жертву. Которую не подозреваем, что у нас, и с андрей, под капотом-то мотор, вроде, звучит как лазовский, но от лазовского там осталось мало чего. Вернее, от лазовского там вообще ничего нет. Вот. Очередная зашла копеечка, как вы видите, полоски с задним колёсом. Копеечка явно не рекордсмен. Ну, и плюс ко всему, на гражданской ревизе не спели. Сзади, слава богу, чуть не догадалось поставить спортивный. Вот. Машины гудят в унисон, то есть, адаптоваза абсолютно рычайшая. Ну, реакция. Реакция наша копеечка подвела. Ну, как мы видим, судя по её старту, явно нам пройдош не угрожал. Хорошо. Сдаём последний, третий контрольный заезд. На трассе промзона. 250 рублей. Пацанский таз. Вот, пацанское ведро. Ведро. Таз, ведро, короче. Меський таз радует глаз. Всё, здесь. Вот, кстати говоря, единственное, что может отпустить нашего оппонента, это вот эти вот нибические колёса спереди. Я даже не знаю, что с ними делать. Может, их как-нибудь поменять. Это на что. Короче, в любом случае, колёса эту машину сразу же. Палет. Ну, и плюс ко всему, так же, донатский задний бампер, капот. Ну, это я сделал специально. Плюс же ко всему, чтобы нас не шибко напалили, нужно покрасить машину в один цвет, а всё снова для бампера в стандартный цвет. Ну, матовый серый, знаете, такой, да? Это точно покрасит, что владелец машины долбоёв. О, наконец-то, достойный соперник с большими задними колёсами. Интересно, что же у него под капотом? Итак, дамы, господа, ваши ставки. А. Субару, Б. Кайлайн, Б. Эээ... Кайлайн-ФФ. Что у него, бля, под капотом? Тойота! Тойота жжёт! Да пошёл он нахуй, бля, бля. Гульяй, бля. Ну, за 14 секунд, зато я, Той... Эээ... Гибрид Тойоты копейки проехал за 14 секунд, что довольно неплохо для такого куска говна. Хотя, больше я уважаю гобидуллинскую приору, которая едет 13 секунд. Ну, 14, ладно, 14, если на этой биле больше сторон, то едет 13.8-13.9, а то есть сейчас, да, идёт. Ну, на родном мешке. Респект чуваку, ходит, начать, на час и запанил. Это я не говорил, это я не говорил. Вот, ну что же, друзья, в общем-то вы увидели всё, что было необходимо увидеть об этом замечательном ведре. И мораль сеть басни такова. Приора, автомобиль, который, ну, блядь, вот, просто... Вот, 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 вообще, никто в жизни не подумает, что у меня приора едет 10 секунд, понимаете? То есть вот, захотеть будут в основном всякие нубы, если мы не будем поднимать ставку больше 500 рублей. Блядь, это просто рабочая лошадка, на ней можно грести бабло лопатой. Я, блядь, вот эти 124 тысячи, да, я просто тупо набивал их на этой ёбаной приоре. Потому что заходили нубы, я всё время выиграл. Это охуенно, друзья, охуенно машина. Всем советую, все покупайте. С вами был ДМ Архитект, спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Подписывайтесь в ВКонтакте, если найдёте меня пиздюки ебучие. Спасибо за просмотр. До новых встреч!